Привет! С вами снова я, говорящая Чихуахуа Софи. И это последнее видео из запасов, которые я сняла в России. Сегодня мы поговорим про режим. Итак, как ни крути, собаки-хищники и склонны быть активными вечером и утром в период, когда меняется освещенность. Это самое удачное время для охоты, но это не значит, что ваша собака всегда будет беситься по вечерам и не давать вам спать утром. Для этого нужно установить правила и придерживаться их. Первое. Найдите выход для собачьей энергии в течение дня. Больше и активнее гуляйте, играйте, дрессируйте, предлагайте новые задачи. Занимайтесь питомцем так, чтобы вам было весело и приятно. Второе. Кормить вечером как минимум за полчаса до сна. Ням-ням-ням. Сейчас продолжим. Третье. Активные игры до прогулки и на прогулке. Четвертое. Вечернюю прогулку заканчивать лучше 10-минутным спокойным хождением на поводке по дорожкам, без компании сородичей. И пятое. Не поддерживайте ночью общение с собакой. Не берите ее в кровать среди ночи, не ругайте и не гладьте, если она тыкается носом в руку. Просто игнорируйте, если вы хотите ее приучить спать не с вами. В конце концов, ей придется уйти к себе. Но собачки обычно настойчивы, и она может возвращаться несколько раз. Вы же будьте терпеливы и не сдавайтесь. Мам, ну возьми меня на ручки, ну пожалуйста, ну посмотри как мне плохо. Мам, ну мам, ну мам, ну пожалуйста, ну мам. А теперь о двух основных проблемах. Первое. Если щенок просыпается слишком рано утром. Перед вами программа действий на 6 ночей для того, чтобы искоренить эту привычку. И вам понадобится еще 14 ночей, чтобы создать новую. Ночь первая. Щенок заскулил, тянет одеяло, бедокурит, заставляет проснуться. Смотрите на часы. К примеру, время 4.30. А вы хотите, чтобы он просыпался в 6 утра. Запомним это. Ночь вторая. Ставите будильник на 4 часа утра. Звонок будильника. Встаете, не ленитесь. Будете щенка, ведете его туда, где нет других домочадцев. Гладите, играете, кормите, гуляете. То, что вы обычно делаете с ним в этом возрасте по утрам. Третья ночь. Ставите будильник на 4 часа 15 минут. Звонок будильника. Встаете, не ленитесь. И все то же самое, что и вчера. Ночь четвертая. Ставите будильник на 4.45. Все то же самое и главное не лениться. Пятая ночь. Ставите будильник на 5.25. И все то же самое. Шестая ночь. Ставите будильник на 6 утра. Звенит звонок, и щенок радостно виляет вам хвостом. Вы заметили, что он больше не будет у вас до звонка будильника? Следующие 14 ночей обязательно ставьте будильник, вставайте в одно и то же время, никаких выходных и позднего просыпания. Помните, главное не лениться. А через 2 недели вы можете попробовать не ставить будильник или ставить на другое время. Проблема номер 2. Если щенок бродит по ночам. На самом деле это означает, что он очень возбужден. Вам следует больше заниматься с ним днем или общаться с ним спокойнее. Но бывает так, что хозяин потому и нервничает, потому что не находит времени заниматься с щенком. В этом случае вам стоит завести закрывающийся домик. Это может быть клеточка, кеннел, домик с сеткой. Приучайте его к клетке, а затем вечером заводите щенка в клетку и ставите будильник примерно на полчаса ранее, чем он обычно просыпается и начинает колобродить. После звонка открываете дверцу и пытаетесь еще поспать, сколько удастся. Далее все по той же схеме, что приведена выше. Каждую ночь выпускайте его все позже. Но главное, больше и чаще занимайтесь с щенком днем. Это все по режиму. Спасибо за внимание. Вот и закончились видео из Москвы. И теперь все видео будут из Таиланда. Так что подписывайтесь на мой канал и вступайте в мои группы ВКонтакте. Эйвен, теперь ты говори про конкурс. А сейчас Эйвен скажет о нашем конкурсе. Про конкурс. Эйвен. Да, я это выучил. А как камеру эту повернуть? А вот, друзья, скоро будет конкурс ваших видео. Вот так. Ну ладно, нормально, Эйвен. До встречи в эфире. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.